Ассаламу алейкум, это Спорт Таймс. С вами, как всегда, мы, Мия Бараева и Адам Ахмадов. Как всегда, в ближайшие минуты мы вам расскажем о главных событиях упадящей недели. А вначале, коротко о главном. Золото первенства Европы по боксу во Владикавказе завоевал воспитанник республиканского спортивного клуба Ахмад Беслан Хамзаев. Юный атлет, выступая в составе сборной России в категории до 60 килограммов, не оставил ни единого шанса соперникам и зашел на высшую ступень педестала. Все соперники были очень хорошие, особенно в полфинале и третий бой. Третий бой у нас был двукратный чемпион Европы. Я очень рад был, что я у него выиграл и выиграл этого армянина. В финале тоже был очень хороший соперник, но полфинал очень тяжелый был у меня. В финале Беслан сразился с представителем Молдовы Дорином Букшем, которого он уверенно победил. Всего же на этом турнире Хамзаев провел пять победных поединков и по итогам всего соревнования был признан лучшим боксером первенства. У нас в 2020 году Олимпиада, сначала хочу туда попасть. На этом году у нас чемпионат мира. Если они дадут мне шансы туда попасть, надеюсь, туда тоже попаду я. Триумфом сборной России завершился Кубок мира по вольной борьбе Якутски. Российская команда одержала уверенные победы во всех встречах, в том числе и в финале, где была повержена команда Ирана со счетом 9-1. Весомый вклад в успех национальной команды внесли и чеченские борцы Муслим Садулаев, Зелимхан Абакаров и Зелимхан Хизриев. Несмотря на жесткую конкуренцию со стороны соперников, среди которых были и чемпионы Европы, представители клуба «Ахмат» достойно выполнили свою задачу и помогли своей команде завоевать столь престижный трофей. Чеченский вундеркин Драхим Куриев установил очередной мировой рекорд. На этот раз по отжиманиям на брусе. Как и в прошлый раз, это событие состоялось в стенах ЧГТРК «Грозный». На глазах у специальной комиссии Рахим в течение 10 минут и 37 секунд отжался 330 раз. Подобного результата до него не добивался никто. О том, как разворачивались события в главном павильоне телеканала «Грозный» в нашем материале. Как и в прошлый раз, свой новый рекорд Рахим Куриев будет ставить в большом павильоне телеканала «Грозный». Собрались родственники, гости, спортсмены и представители Книги рекордов России. Сегодня Рахим планирует сделать больше всего отжиманий на брусьях за один подход. На счету Рахима уже есть 6 рекордов по отжиманиям от пола. Тогда поддержать мальчика приехал сам в главе республики Рамзан Кадыров. Он поздравил Рахима Куриева и объявил его почетным гражданином Чеченской республики. Сегодня Рахим претендует на седьмой рекорд. По заявке он планирует сделать 350 отжиманий за 20 минут. Продерживается своего ритма. 10 повторов в умеренном темпе и следующие 10 в быстром. Перед ним карточки, так он считает свой результат. Одна карточка равняется 10 отжиманиям. В зале много журналистов, почетных гостей. Все предупредили не шуметь. Это может отвлечь парня. Спустя чуть больше 10 минут Рахим спустился с брусьев. Комиссия книги рекордов России выносит вердикт. Итак, рекорд. Наибольшее количество отжиманий на брусьях за один подход в мире. Мальчиками шести лет. С результатом 330 повторений объявляю официально зафиксированным. Рекорд засчитан. Иерахим получает сертификат. Уже седьмой. Гости спешат сделать памятную фотографию с рекордсменом. Я самый молодой рекордсмен. Я был молодой спортсмен. Еще до первых рекордов отец мальчика Зелим Куриев говорил, что с такой физикой Рахим может ставить рекорды еще не раз. Сегодня это подтверждается. И на этом они с сыном останавливаться не собираются. Дальше больше. На лето планируем следующий рекорд на ролике, который прескачает ролик во весь рост. Его планируем. Количество я сейчас уже заявлять больше не буду. Но в его возрасте никакого результата нет. Подобного рекорда будет первый. Райан, ты готов к новым рекордам? На этом сегодняшние рекорды не закончились. Про Анжелу Ташуеву мы уже рассказывали в своих выпусках. У девочки редкое заболевание – секкелис. При возрасте 13 лет ее рост составляет чуть больше 72 сантиметров. И это рекордный показатель в России. Анжела получает свой сертификат, который немногим меньше ее самой. Рекорд наименьший рост девочки в возрасте 13 лет в России с результатом 72,3 сантиметра объявляю официально зафиксированным. Анжела теперь признана самой маленькой девочкой России в возрасте 13 лет. С каждым годом она может вновь и вновь подавать на рекорд, что в семье и собираются делать. Будем каждый год, вот так, как они говорят, за ним подавать, посмотреть дальше, что будет происходить. Будем наблюдать. Анжела, тебе понравилось? Понравилось сегодня? Да. Дай цветовой сертификат? Да. Сегодня в зале и министр спорта Чеченской Республики Муса Ханариков. По его словам, Рамзан Кадыров давал поручение выявлять самых одаренных ребят в нашей Республике. И вот сегодня именно они прославляют Чечню перед всем миром. Мы все гордимся, что такая девочка у нас в Республике, в стране есть. Она очень широко души девочка. Она очень внимательная. Она очень добрая души человек. Несмотря на свой рост, мы все гордимся, что она есть у нас. Очень часто устанавливаем рекорды мира, рекорды России. Это еще не предел, и мы будем радовать жителей нашей Республики, нашей Родины своими новыми рекордами. Станислав Каненко – главный редактор книги рекордов России. Он сегодня фиксирует достижения Рахима Куриева и Анжелы Ташуевой. Уже не в первый раз в Чеченской Республике. Предыдущие рекорды Рахима объявлял тоже он. Это уже превратилось в традицию фиксирования рекордов в одном месте, в одной студии. Очень приятно. Я ни разу не фиксировал рекорд отжиманий на брусьях с таким результатом. То есть у этого, конечно, есть свои особенности у этого упражнения. Теперь мы будем корректировать регламент относительно сегодняшнего установления рекорда. Каждый успел сделать фото с рекордсменами. И судя по намерениям семей Куриевых и Ташуевых, это не в последний раз, когда Рахим и Анжела будут радовать нас новыми рекордами. Грандиозный турнир по ММА ACA 93 состоялся в Санкт-Петербурге. Это событие стало уже третьим для Лиги за этот год и, пожалуй, самым представительным по именам. В Северной столице определились два чемпиона организации в легчайшем и полулегком дивизионах. Стоит отметить, что два главных боя можно было смело номинировать на бой года уже сейчас. Со главным событий вечера в пятираундном противостоянии Рустам Керимов выиграл Абдурахмана Дудаева. Ну а в рамках главного боя Салман Жамалдаев буквально зубами выиграет победу у опытнейшего Марата Малаева. Один из хедлайнеров турнира в Санкт-Петербурге. Новоиспеченный чемпион ACA в полулегком весе Салман Жамалдаев сегодня у нас в студии. Салман, Ваш Войн, добро пожаловать. Еще раз поздравляем тебя с этой победой и завоеванием этого прекрасного пояса, который красив не только снаружи, но и имеет с собой большую ценность, потому что ACA одна из лучших организаций на планете. Первый вопрос. Ожидал ли ты, что этот бой против Марата Балаева сложится именно так тяжело для тебя? Я ожидал от Марата такой тяжелый бой, но я знал, что по-любому бой будет идти до конца, во втором раунде ты был близок к тому, чтобы финишировать его и даже уронил, добивал, но не хватило. Ты сам остановился, сам понял, что уже можешь просто себя полностью, скажем так. Ну, когда я почувствовал, что я по нему попал, он упал, ну, я хотел добить его, но я чувствовал, что он уже восстановится, я видел его. Вот поэтому, чтобы силы много не тратил, я остановился, чтобы потом, если я устану, позднего раунда он вообще не доминировал бы, поэтому я остановился его. Салман, вот многие сейчас болельщики интересуются, как бы, судя по комментариям, что касается лоу-кика, почему ты его, ну, как бы, не добил? Во-первых, у меня в плане боя это был сразу пробить его лоу-кик, но это я не первым его сломал, а раньше у меня этот бой был с Кевином Петчей, ему тоже я это ногу сломал, он тоже в гипсе уехал отсюда. Ну, я много отрабатывал этот удар, чтобы потом Марата, чтобы план боя его изменить. У него сначала надо было мне это сразу, ногу его пробить, чтобы он мне прохода не делал. Если я не пробивал бы ему эту ногу, он мне проходил бы много, мне это трудно было его тогда остановить. Вот пробил ногу, он вот, ну, тот бой посмотрел, сами видели, он ни один проход, я не пропустил у него. Вот у меня план получилось. Салан, ты сам борец базовый и мастер спорта по вольной борьбе? Не, не по вольной борьбе. По грек-аринской. По грек-аринской, да, конечно. Ну, не суть важна, это тоже борьба. Не было ли самого мысли тоже где-то в каких-то эпизодах попробовать перевести? Или это вообще было, да, или это было полностью исключено? Нет, если я постарался бы его перевести в партер, я подустал бы пораньше, чем он. У него, он же базовый вольник, я знал, что мне бороться с ним будет тяжелее. У меня цель была, чтобы он ему не даст бороться, забороть меня. Вот, я думаю, у меня это получилось. После победы, что ты почувствовал? И вообще, вот, когда говорили, объявляли твое имя перед тем, как объявить его, да, подсчитывались голоса судей. Я знал, что я победил. Я примерно знал, что я победил. Я чувствовал, что я победил. Не знаю, я по телевизору, это как видно было, но те, кто там сидели, там вживую посмотрели этот бой, они сами видели. Там, кто много пропустил ударов, и кто ущерба много, кого. Не знаю, я не судья. Что значит для тебя этот пояс? Ну, как, что значит, это объединенные лиги, вот такой, как вам сказать, лучший промоушен, можно считать, минимум. Тем более, имени первого нашего президента, Ахмата Хаджи Кадырова, пояс, это что будет означать мне. Но, конечно, я очень горд и счастлив, что я привез этот пояс домой, ахамду лилля. На твой взгляд, вообще, это самый ли трудный твой поединок был за твоей карьерой? А вот этот вопрос именно в соцсетях, в инстаграме, везде это пишут. Я там сказал, что это не самый сложный бой в моей карьере. Если это мой бой с Джонни Салаваром, посмотрят ли бой, они узнают, у меня это самый сложный бой или нет. Нет, конечно. Я думаю, что с Салаваром трехраундовый бой был, в третьем раунде я не знал, где-то я, куда я выхожу вообще. Этот бой у меня был самый сложный, я считаю. Я не говорю, что с Маратом у меня бой был легким. Конечно, я не был легким, это была пятираундовая война. Ты говорил, что ты сегодня общался с тренером Марата? Да. О чем говорили, если не секрет? Да, он с Савелем Моисеевичем позвонил, у меня с ними вообще ничего, кроме уважения, у меня нету с ними. Он попросил, чтобы интернеты за тебя пишут, не обращай на них внимания, пожалуйста, мы тебя уважаем. Вот такой разговор у нас был. Но, кстати, в интернете много чего пишут. Ты, как я понял, стараешься не читать и не обращать к ним? Я вообще не читаю, вообще не читаю. И советую им не спорить с ними. Я даже пост поставил, эту историю, чтобы с ними не спорились. Пост пишут. Скажи, что первым делом ты сделал по прибытию домой? После такого... Там, по-видимому, это только вершина айсберга, и подготовка была тяжелая, и сагонка, все позади. Что ты сделал первым делом? Когда... Прибыл в Грозный. В Грозный. Ну, что... Все меня там встретили, там, родственники, не родственники, односельчане, там. Поехал домой, отдыхал, не знаю, что буду делать. Да, Салман, еще по поводу пятого раунда. Было несколько эпизодов, когда в предыдущих моментах ты всегда блокировал, да, пароходы Марата. А в этот раз, ну, получалось так, что просто кровяно уходил от них. Это была тоже уже тактика. Главное было не попасться. В пятом раунде, да, это... Я не дурак, чтобы идти с ним в размер... Он только вперед. Я вижу, у него тренеры, секунданты сказали, что... Наверное, вот так, я думаю, сказали... Тебе надо нокаут или досрочная победа. Зачем мне с ним идти, друбиться? Я вторым номером, я двигался. Я не устал. Если я устал бы, я не смог бы двигаться. Я двигался туда-сюда. Ну, это... Планы боя. Не убегал ни от кого. Если я убегал бы, я туда не вышел бы. Алхамду лилла. Я доволен своим победом. Через неделю в Краснодаре состоится еще один грандиозный турнир ACA. Там также будет два титульных поединка. В главном сойдется твой товарищ по команде, Кусенхали, против Али Багова. Чего ты ждешь от этих поединков? И как считаешь, в чью пользу завершатся бои? Во-первых, это... Али Багов, он у нас... Мы все с ними дружим. С всеми знакомы, на связи. Уважаем Марат, этот Марат. Мы уважаем Багова, и он нас тоже уважает. Это Хусейн и Багов, они тоже дружат. Не знаю. Ага. Я... Только уважаю всех бойцов, но... Я чисто... Ты хочешь сказать, что мое мнение, кто победит? Да, твое мнение, вот именно спортивная составляющая. Вот я... Хусейн... Хусейн, он разносторонний боец. Он... У него и борьба тоже... Он и физическую тоже мощная. Он... Ударку... Мы все знаем, на каком уровне. Ну, я думаю, Хусейн победит. Ну что ж, Салма, мы еще раз поздравляем тебя с победой. Благодарим за то, что принял участие в нашей программе. И желаем скорейшего восстановления, возобновления тренировок. Будем ждать тебя, наверное, после Рамадана в клетке. И твоей первой защиты нового пояса. В Таиланде прошел всемирный фестиваль боевых искусств Муай-Тай. В рамках него также состоялось и первенство мира. Команды из 49 стран прибыли Ай-Ю-Тай. В составе сборной России выступили двое представителей Чеченской Республики. Амирхан Закриев и Рамзан Хучиев. Оба провели блестящий турнир и взошли на высшие ступени педестала. Отметим, что Хучиев в финале победил техническим нокаутом местного атлета. А для Закриева это уже четвертое золото в мировой первости. В аэропорту триумфатора встречали министр спорта Муса Ханариков, одноклассники спортсменов, а также родные и партнеры по команде. Хотел бы отметить, что этот год у нас очень урожайный в области спорта. Наши спортсмены в разных направлениях, в разных дисциплинах нас с самого начала года радуют. Но то, что сделали Рамзан и Амирхан в Таиланде, это, конечно, очень серьезный подспорь для нашей республики. Причем выиграли они нокаутами. И на чужой земле, в Таиланде, в таком климате, они очень достойно выступили. Это очень хорошая копилка не только в нашу республику, но и для России это очень хорошее подспорье. Я думаю, что будущее за ними, они еще не раз докажут, что они самые сильные именно в этом направлении. Еще одну золотую медаль в копилку Чеченской республики принес дзюдоист клуба Эдельвейст Амерлан Башаев. В Екатеринбурге на престижнейшем международном турнире «Большой шлем» ему не было равных весовой категории свыше 100 килограммов. По пути к финалу Башаев преодолел сопротивление дзюдоистов из Австрии, Японии и России. А в финале был сильнее призера Олимпийских игр 2016 года – израильтянина Ора Сассана. Этот результат обеспечит чеченскому спортсмену важные очки в рейтинге сборной России, который существенно повышает шансы выступить на играх в Токио уже в следующем году. С 15 по 17 марта в Екатеринбурге прошел «Большой шлем». Это один из основных турниров, важнейших турниров для дзюдоистов, в котором отбираются лучшие дзюдоисты, где набирает баллы дзюдоистов на Олимпийский цикл. Это самый, можно сказать, один из самых серьезных турниров для любого спортсмена, который претендует на Олимпийские игры. И там выступали наши ребята. В 60 килограмм Ишуил Ислам допустил небольшую ошибку. За счет этого его дискульцировали за запрещенный бросок. Поэтому у нас в 60 не получилось, чтобы у нас было призовое место. В последний день Тамилан Большаев показал себя с лучшей стороны. Тамилан показал очень хорошую борьбу, завоевал золото, выиграл, опередил двух призеров Олимпийских игр в Рио. И тем самым Тамилан уже, как бы, можно сказать, пока данный момент идет на первом месте от сборной России. И презентует на Олимпийские игры, которые пройдут в Токио в 2020 году. В стенах Министерства спорта прошло вручение удостоверения заслуженного мастера спорта Пасурдо Техландо Казбеку Латипову. Чеченский атлет является призером Олимпийских игр среди глухих и первым номером сборной России. Мусаха Нариков поздравил спортсмена и его тренера с этим событием, а также вручил Алихану Мусаеву благодарственное письмо от федерального министра Павла Колобкова. Он также пожелал удачи Латипову на предстоящих стартах, в том числе и в Сурдолимпийских играх, которые пройдут через два года в Дубае. В этом виде спорта и в Сурдолимпийском направлении это единица не только в Чеченской Республике, это в России. Заслуженный мастер спорта России в этом направлении, это единица в России даже. И вот эти результаты невозможно было бы достичь, если бы не было тех условий, которые нам в Республике созданы, Рамзаном Ахматовичем и всемирную помощь, которую оказывает фонд имени Ахмата Аджи Кадырова. И только вот в этом случае мы достигаем такие результаты. И в своей встрече министр спорта Российской Федерации Павел Анатольевич Колобков, это даже на коллегии, лично отмечал заслуги наших спортсменов и лично попросил вручить благодарность тренеру за воспитание такого спортсмена. Это гордость России. И он очень достойно выступил. Это на Олимпиаде. Уверены мы, что он станет олимпийским чемпионом. Ну что же, на этом у нас все. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Занимайтесь спортом и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok